29 января жильцы деревянного дома по улице Орджоникидзе в Сыктывкаре на некоторое время остались без отопления в 20-ти градусный мороз. Прорыв трубы аварийные службы ликвидировали в течение часа, поэтому заморозки системы не произошло. Но куда интереснее сама причина прорыва. Оказалось, виновником коммунального переполоха стал водитель такси. Тот не справился с управлением авто и брезался в двухэтажку. На месте событий побывал Антон Булаев. Гидроудар, азон полохнулся. В три часа дня жильцы дома 52 по улице Орджоникидзе почувствовали сильный удар. Строение пошатнулось. Из труб в квартире на первом этаже, а также из батареи в подъезде, хлынула горячая вода. Ну, пожалуйста, вместо прорыва было, да, вот здесь, везде. По окнам порвали, здесь все порвало. И водорослины вот так вот все. Испуганные жильцы выглянули на улицу. Увидели необычную картину. Легковой автомобиль буквально снес стену деревянного дома. Где-то около часов трех произошло. Получается, что, стоял на кухне, слышу удар такой. И все. Ну, товарищ мне сказал, что думал, что снег с дома упал. Нет, в итоге выглянило окно, а там машина. Коммунальщики прибыли на место аварии в считанные минуты. Протечку устранили буквально за час. Виновником происшествия оказался водитель такси, который заехал сначала на тротуар, а затем врезался в жилое строение. По предварительным данным, Рено попытался проскочить перекресток на красный свет. Однако дорогу ему перегородил встречный микроавтобус «Форд», который в этот момент поворачивал налево. Водитель автомашины Рено Логан в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы головы, перелом ребер, был госпитализирован. Надо отметить, что водитель автомашины Рено Логан, управляя автомашиной с нанесенными цветографическими схемами такси, при этом со слов водителя, пассажиров не вез. Однако многочисленные свидетели утверждали обратное. В момент столкновения в автомобиле было два пассажира, в том числе ребенок. Они выбрались снаружи через открытое окно задней двери. Впрочем, дожидаться приезда автоинспекторов не стали и покинули место происшествия. Хотя могли вполне рассчитывать на получение страховки. Редактор субтитров А.Семкин